Привет! Вы на канале про продукт. Сколько надо варить компот из сухофруктов? Различные сухофрукты уже давно известны каждому человеку еще с самого детства. Их заготавливают на зиму или покупают специальные смеси, даже одна чашечка приятного напитка впечатляет своим вкусом, ароматом и полезностью. Напиток подойдет для лечения и активной профилактики различных заболеваний. Сколько варить компот из сухофруктов, чтобы он не потерял своих естественных свойств. Важно, сколько минут понадобится, чтобы варить компот из кураги или других ароматных сухофруктов. В течение 15 минут достаточно готовить напиток на большом огне. Тогда напиток сохраняет все свои естественные полезные и питательные свойства. Варить компот из замороженных ягод надо на пару минут дольше. Правила приготовления. Сколько варить компот из яблок, а также сколько варить компот из вишни. Рекомендуется сварить комплексный напиток, в который добавляется много сухофруктов, чтобы он был по максимуму витаминизированным. В жидкость можно смело добавлять самые разные фрукты, это не навредит вашему организму. Необходимо варить напиток по такому простому рецепту. Любой сухой фрукт или несколько добавок надо очень тщательно перебрать, а потом тщательно промыть под прохладной проточной водой. Многий повар предпочитает для начала сварить сироп на основе сухофруктов, а уже потом добавить туда побольше жидкости. Вам потребуется кипятить фрукты вместе с сахаром. Для этого достаточно поставить на огонь кастрюлю с водой, добавить туда сахарный песок. Количество зависит от личных вкусовых предпочтений. Инжир и другие фрукты рекомендуется добавлять, когда уже полностью растворился сахар в кипятке. После закипания на каждые несколько литров воды добавляется стакан фруктов. Ингредиенты обладают совершенно разным периодом варки, потому их надо добавлять в кипяток постепенно. Для начала надо класть яблоки, груши, инжир и абрикосы. Если хотите сварить вишневый компот, вишня тоже добавляется в начале процесса варки. Только спустя 10 минут можно добавить чернослив, плоды рябины и шиповника. Изюм насыпают в конце, потому что готовится он очень быстро. Инжир и другие сухофрукты варятся приблизительно 15 минут. Когда это время истекает, огонь выключают, кастрюлю накрывают крышкой и дают немного постоять. Потом надо дождаться остывания готовой жидкости. В этом случае инжир и все остальные добавки отдадут напитку больше микроэлементов. Помните, что все продукты – яблоки, курагу, инжир, изюм, чернослив. Вишню надо приобретать только у проверенных поставщиков. Тогда вы будете уверены, что полученный продукт обладает полезными свойствами, обильным количеством витаминов. Лучше, если вы будете собирать фрукты на дачном участке, сушить их на зиму, тогда продукт обладает всеми нужными качествами. Понравилось видео, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok